Ты не мог бы сфотографировать нас? Простите, мне кажется, надо присесть. Я готовился к новинке Сафран Фуэра, прочёл поедая животных. Я провожу тест-драйв веганства, и у меня головокружение. Конечно. Вы двое совершенно очаровательны. Ну а я лишь одинокий оплот веганства. Кому-то нужен бургер. Или пристроить свою сосиску. О! Прости, это гадко. Я прозвучала неблагожелательно. У нас есть хэштег? Слишком. Идеально. Дальше у нас всё было прекрасно. Мы могли вполне открыто говорить о самых сложных вещах. Знаешь, Питч встречалась с Джоном Фойером в школе. Я думал, горе. Это самый последний рубеж. Как оказалось, он ел свинину. Скандальный момент. Питч всегда говорила... О ней можно говорить. Сама знаешь. Да, знаю. Ты не вспоминала о ней из похорон больше месяца. На этом рубеже мы были вместе. Вообще-то я бы оставила эту тему психологу, если ты не против. Психологу? Психологу? Но, как оказалось, я ошибался. Да. Я уже ходила к нему год назад, но бросила. А после смерти Питч я решила попробовать ещё разок. То есть... Скажу честно, доктор Ники хорошо помогает справляться с горем. Нам нужно больше звёзд. Они у тебя в кабинете, да? Да. Не поймите меня неправильно. В походах к психологу нет ничего плохого. Просто напрягает, когда твой партнёр что-то от тебя скрывает. А вы согласны, доктор Ники? Понимаю, Пол. Не круто. Прости меня, Бэк, но на запланированной встрече с твоим психиатром ты, Ринальдо, высокий, тёмный, длинноволосый подтанцовщик Бейонсе. А я, Пол, заведую баром. У каждого козла в этом городе схожие проблемы. Мне не составило труда скрыть, кто я на самом деле. Вы двое на вид идеальная пара. То есть... Вы с Ринальдо вроде Росса и Рэйчел. Да. Наверное, так и было. Но прошло. А я-то думал, что убрал все препятствия между нами, Бэк, Бэнджи, Питч. И вот теперь вдруг возникает ещё одно, и оно сидит прямо передо мной. Итак, Пол, давай-ка копнем поглубже. А когда ты заметил первые трещинки в отношениях с Ринальдо? Работать с Ринальдо было замечательно, но этот опыт вскрыл некоторую небрежность, беспечность, свойственные его характеру. Я пытался закрывать на это глаза. Всё-таки новая работа. К тому же он до сих пор горюет. Так? Итан? Есть разговор. Какой разговор? Слушай, мне неудобно. Она же твоя девушка, и видит, бог не моё дело критиковать, но Бэк ужасно, Джо. Она вечно опаздывает, забывает закрыть кассу, не умеет расставлять книги по жанрам. А утром она поругалась подросткам, которые купил американскую трагедию для школы, потому что ненавидят Драйзера. Все ненавидят Драйзера, но это книжный магазин. Здесь книги продают. Я тебя понимаю, приятель. Ты по само уши угодил в её прелести. Я и сам каждый день борюсь с искушением. Но видишь ли, брат, если срать где ешь, то возникает путаница и кишечная палочка. Так что я оставлю тебя поразмыслить над этим.